Всем большой привет, меня зовут Марина и сегодня будет обзор покупок из магазина бюджетного светофора и будут новинки старинки и первое что покажу вот такой прикольный тазик я что-то давно знаете о нем мечтала, я еще понастальгирую по советским алюминиевым тазам бабушки всегда и мама у меня варили варенье в таких тазах алюминиевых и не в алюминиевых, эмалированных ну и варенье получалось вкусное, густое, широкие тазы помогали выпаривать влагу из ягод вот и поэтому оно получалось концентрированное, сладкое, тягучее, густое и вкусное и ароматное в кастрюле варенье конечно варить это вообще ужасно и неудобно и оно получается более жидким и с ним замучаешься короче говоря его выстаивать, с тазики это быстрее поэтому я его хотела и я его приобрела в светофоре, чему очень рада цена этого тазика 330 рублей эти тазы практически вечные, поэтому я такие вещи ценю, я все вечное люблю и слава богу, что это не какой-то там Китай, а что это демидовская посуда алюминиевая и она предназначена для приготовления пищи, так и звездочка а по сноске написано, что изделие соответствует требованиям единых санитарно-эпидемиологических гигиенических требований тут типа ГОСТ, сразу тут написан совет как надо использовать первый раз эту посуду что ее нельзя царапать металлическими ложками и так далее, это я знаю еще советских времен что надо желательно наделенной лопаточкой в ней орудовать я рада что это делается у нас, значит Россия, Свердловская область, город Каменск, Уральский завод Демидовский написано, что здесь даже скова здесь такая посуда скова, я думаю все знают, по-моему даже в экспрессе какая-то там часть посуды продавалась стоит знак, что это лучшие товары и услуги на рынках России, ура данные сзади написано, что это миска без крышки 380 миллилитров а, миллиметров, может вы видите где-то написаны литры, я что-то найти не могу, где литры так что теперь у меня будет больше позитива все-таки приготовить вкусненькое варенье как в старые добрые времена вот и мне кажется, ну она достаточно большая, здесь наверное литров 8 наверное, а может быть 10 на глаз сразу покажу пару упаковок нашего любимого хрум хрустый чай, любим едим, сын у меня с самого маленького детства кушает, популярный продукт, вкусный, сладкий, воздушный 400 грамм, большая пачка, хорошая цена, ну состав, думаю все знают 38,50 стоит каждая пачка, это дешевле, чем во всех магазинах 99,90 стоит вот такая пена для бритья, ну 100 рублей, она стоит от Arco и она большая, она не маленькая, муж уже наподобие такой похожий пользовался, только другой флакон был по цвету хорошая, стандартная пена, 400 мл, подходит она для чувствительной кожи так что бриться будет теперь одно удовольствие так, привлекло мне вот такое мыло для рук 10,5 литра, и было у нас два варианта йогурт, персик, крем мыло, кремовая нежность ну, упаковка симпатичная, ну так соблазнительно выглядела а, даже не 500, 750 грамм, обалдеть, стоит она 50 рублей кому важен состав, посмотрите с экстрактом овсяного молочка экстракт зародышей пшеницы, пищевой краситель и лимонная кислота также там был еще такой флакон, только не персикового цвета, а розового это было с клубничкой все-таки решила взять крем мыло то было не крем мыло, а какой-то йогурт что ли клубничный, не помню и, как видите, оно не сильно жидкое то есть, оно вполне хорошая консистенция и по аромату очень приятно пахнет очень нежный, приятный аромат он не химозный, не противный а именно очень нежный и приятный сладковато-фруктовый никак, йогурт, йогурт более насыщенно пахнет ну да, такая персиковая отдушка очень приятная, буду с удовольствием пользоваться во двор поставлю кстати, появились у нас в фикс прессе светофори антисептики целый литр, я фото вставляю вам, смотрите но я не стала брать, так как фикс пресс покупала там было пол литра 149 рублей фикс прессе здесь литр, ну цену гляньте я не помню какая цена, но чуть-чуть дороже совсем и состав можете прочитать, я тоже вам вставляю просто, возможно, кто-то искал, кому-то это интересно далее в светофоре продаются наггетсы я не помню, брала я давно или нет но давно я точно не брала уже эти наггетсы раз я забыла даже не знаю, вкусно или нет классические панировки на первом месте стоит филе грудки куриное посмотрите, вот я вам стараюсь, чтобы вы увидели состав посмотрите, ну хочу попробовать, вкусно или нет когда буду обрабатывать видео, я постараюсь вам написать, если мы уже поедим вкусно или нет, я напишу тут на экране их целый килограмм цена их 138 рублей если они вкусные, то это отличная цена опять я купила сардельки я не могу сказать, что они вкусные но мы их и покупаем, и едим исключительно именно со светофора это в тесте я делаю, нравятся любимые сардельки в тесте и у меня получается вся эта упаковка уходит на один раз приготовить о, здесь даже не килограмм ну, получается, я разные упаковки беру и у меня, в основном, вся упаковка уходит возможно, даже и такие здесь почти 2 килограмма вес мы видим в составе тут написано, что говядина, свинина, шпик, вода, питьевая филе такие сардельки я точно брала, я помню, мне нравятся показывала со шпиком о, со шпиком опять просмотрела в принципе, хорошие и в тесте я делаю дрожжевое тесто заматываю, получается они вкусненькие в духовочке готовятся, просто у нас улетают моментально вот эта упаковка сардельки вышла на 196 рублей цена килограмма 104 рубля, да, вот так уходит и нравится мне эта докторская колбаса по ГОСТу какая-то она вкусная от Татьяшева вот повторили ее опять здесь написано мясное колбасное изделие вареная категория а также можно найти здесь состав в основе идет свинина, говядина, вода питьевая мелочь яичная, молоко сухое вот более-менее такая, знаете, нормальная вроде бы с видом, да, нормальный состав килограмм 300, кстати, батон делает Республика Мордовия МПК Атяшевский вот так выглядит колбаска, вкусненькая ну, нравится, по вкусу приятно сейчас, конечно, только химию могут положить, чтобы она была вкусная так, эта колбаса стоит килограмм 200 а, наверное, штука стоит 215 рублей вот 215 рублей стоит этот батон так, по специям 11 рублей 70 копеек стоит каждая упаковка лаврового листа нормальный лавровый лист уже брала не первый раз, нравится мелкий, крупный, весь подряд в принципе, какая разница лавровым листом, главное, пахнет 30 грамм в упаковке делает Саратов хорошая специя приправа 5 перцев 35,50 стоит и здесь достаточно его много по весу 50 грамм отличная цена, на рынке обычно дороже все это стоит в магазинах состав у нас здесь перец черный, перец душистый перец белый, перец красный, перец зеленый так, от Мистер Дак бульон со вкусом курицы, также был с говядиной 40 порций в общем, химузина такая иногда, знаете, требуется надо в массе 100 грамм я думаю, все знают для чего это как основа для супов просто можно слегка подсолить для привкуса можете посмотреть куриный крем-суп здесь даже рецептики как бы есть и состав прочитайте тут якобы 40 порций цена этого бульончик стоит 10 рублей да, правильно, 10 рублей 10 копеек как ловушка практически ну, частая покупка шайбы ананас есть кусочками есть вот такими кружочками всегда стараемся брать только кружочками стоит 50 рублей каждая баночка отличная цена салаты куда хотите просто так кушать и вот, пожалуйста, вес тоже взяла про запас и опять же, стратегический запас который всегда нужно добавлять кукуруза сахарная очень вкусная полная баночка мало жидкости уже сто раз ее брала стандартная банка 425 миллилитров кукуруза стоит 38 рублей каждая такая стандартная баночка вкусная кукуруза и хорошая цена ну, я одну взяла баночку это у нас горошек известный овощ в помощь вот, я не помню по-моему, я такой брала ну, сколько я брала горошки в принципе, меня все устраивают в салатиках поэтому взяла 30 рублей стоит эта баночка также стандартная 420 грамм так, от кухмастера томатная паста вот так выглядит беру уже второй раз хорошая паста 950 грамм эта литровая банка стоит 95 рублей в принципе, для такой пасты замечательно она там густенькая такая хорошая вот, взяла еще одну ну, и также от кухмастера барбекю соус взяла я не помню, такой брала для гриля и барбекю либо не такой там разновидности были разные я не помню, какой я уже брала ранее ну, эти соусы мне нравятся вкусные вот еще повторила 260 грамм цена 39 рублей такой упаковки кстати, здесь очень даже вкусненький состав томатное пюре сироп карамельный колер паприка лук соль кислота перец черный ну, можете посмотреть фикс прайс покупала вот такой шиповник за 77 рублей вот такая пачечка брала из любопытства знаю, что эти напитки достаточно недешевые во всех магазинах дорогие даже потому что здесь очень-очень мелко перемолот шиповник и он имеет такой натуральный аромат но в светофоре он оказался дешевле поэтому я взяла две пачки вкусный напиток натуральный вкус заваривается как обычный кофе ну, две ложки скорее всего насыпали кипятком залили мед туда и просто вкуснота и химия в этом напитке знаете, не чувствуется и цена стоит 64 рубля каждая пачка а не 77 как в фикс прайсе вот пачка у меня с фикс прайсом точно такая же внутри вот такой порошок сначала там как бы непонятен похож как как-то даже на цикорий вот он но он вкусно пахнет шиповником натуральным и вкус достаточно натуральный химозий но я там никакой не чувствую поэтому повторила полезный напиток деткам хорошо давать замечательно и нам взрослым витамин С необходим состав просто экстракт экстракт шиповника посмотрите знаете что написано это для тех кто не знает 55 чашек тут вроде бы якобы должны быть не знаю это кто как себе в чашечку положит ну и пишет что укрепляет здоровье иммунитет природный антиоксидат восстановление жизненных сил вот взяла знаете отличная покупка считаю очень хорошая так опять взяли озер чай очень неплохой чай для заваривания чайнички здесь вот 250 грамм замечательная цена сейчас вам ее скажу хороший нравится берем цена 89 рублей поэтому с удовольствием кстати можно его примешивать к нему добавлять чайничек и вот такой вот порошочек и сейчас у нас пошли листья смородины листья малины пока молоденькие пока ягодки ну я в принципе уже засушила себе листья ну я правда малины не засушила так как мы малину пересадили еще в этом году она совсем молоденькая мы не стали ее не стал ее обдирать но я засушила уже листьями листы засушила листья смородины вот мяты надо засушить и вот люблю добавлять вот такие чая в чай ну чай в чайничке вот в принципе до этого и купила потому что в пакетиках мы как бы никак не добавим дополнительно свои какие-то травки так первый раз сделала такую опять же лапшу яичную по-домашнему изделие макаронная группа В 600 яичный естественно беру для куриного бульончика их написано что с яйцом курином или меланж яичный можете посмотреть состав все прочитать 410 грамм надеюсь они не будут разбухать у меня в суп в супах всегда беру в куриные бульоны всякие такие лапшички домашние они если не развалятся все равно набухают это как бы не очень нравится ну надеюсь это будет нормально себе вести в бульоне цена 29 рублей эти пачки очень люблю сушки и больше всего люблю вот такие маленькие но к сожалению такие маленькие сушки у нас разобрали я забрала последнюю пачку и ящиками стояли вот такие крупные пришлось такую брать эти я не пробовала я думаю тоже самое тесто только другая форма но эти очень вкусненькие маленькие поджаренные хрустящие долго хранятся нравятся и хорошая цена 31,50 и здесь у нас по-моему полкилограмма да по полкилограмма каждая пачка далее прихватила в принципе по сути кажутся большими но не очень большие изделия хлебобулочный бараночный соломка неглазированная сладкая кстати я что-то думала соленая не прочитала в магазине можете поставить состав 300 грамм в каждой упаковке цветы аппетитные взяла сыну грызть вместо печенья и цена каждой пачки 20 рублей 50 копеек взяла всем известные атакучего беспалевого масла венский вафли с нежным йогуртом люблю их здесь 4 вот таких кусочка но все знают поэтому нет смысла показывать их спросить часто покупаем там стоят они 27,50 здесь они опять же дешевле 24 рубля стоит такая пачка это здорово они вкусные мягенькие мне нравятся поэтому иногда себе могу пачку взять побаловать себя вот такая пачку взяла одну хрустим сухарики со сметаной 2XL 30 рублей вот такая пачка поэтому взяла по-моему не снегинта наверное и тут 130 грамм иногда хочется салатик либо так похрустить но прихватила вкусные сухарики я их уже покупала только не помню то ли давно то ли в другом магазине я уже не помню ну и напоследок уже сегодня это последнее то что я приобрела это от конти конфеты новинка в нашем магазине поэтому я решила взять их попробовать и мне нравится что здесь не килограмм а полкило полкило это даже лучше иногда покупать нежели килограммы вот полкило таких конфет таких таких взял полтора килограмма будет разновидности нежели вот килограмм хочешь не хочешь иди жуй постепенно поэтому я поддерживаю такую весовку товара цена полкило 84 рубля конфеты называется вот так некие мне было вообще непонятно когда я читала в магазине что это за конфеты вот можете посмотреть состав если вам интересно вот что-то там с нугой я поняла по ценнику единственное что изготовитель меня тут смущает изготовитель Мерлета значит Липецкая область Липецкий район село Косырьевка мне кажется что у нас обычно помните это делает куск может быть я уже что-то ошибаюсь уже путаться начала не знаю по-моему это курс должен был быть вот но здесь какое-то село ну конфетки мне понравились выглядит они вот так я уже конечно кофейку с ними выпила как мы приехали голодный как всегда вот никея вот такая странная название и вот такая упаковка кстати очень добротно смотрится симпатично вот так они склеены их надо тут вот так разрывать конфетка выглядит вот так и начинка у нас вот такая внутри вот вкусненькие достаточно какие-то там остатки орехов попадаются приятные вкусные конфетки вот полкилограмма взять знаете за глаза вот хорошо что не килограмм сладкие сладкие мягкие свежие в принципе вот эта гора покупок у нас вышла там на две тысячи восемьдесят два рубля вот надеюсь видео было вам полезно вы что-то присмотрели кстати хотела показать эту сметану по вкусу она приятная нормальная что-то там около 40 рублей стоит что мне цена всегда смущала это я вот не в этот раз покупала еще в прошлый раз она стоит я хотела специально вам ее показать с виду она все прекрасно на вкус практически как натуральная не жидкая такая сама себя держит единственная проблема что она синтетическая отрус молоком здесь написано что здесь все такое натуральное вот как видите вот по вокруг это сметана пятигорская выглядит вот так запомните такая сметана стояла у меня в холодильнике наверное пару недель вот предыдущая я никак мы ее съесть не могли оставила и думаю посмотрю что с ней станет она превратилась в какой-то майонез вот химизус химозный майонез короче говоря несъедобный продукт никому не рекомендую не покупайте хотя с виду она когда вот с баночки очень вкусная прям почти что как натурально то есть научились так уже химитить что прям продукты кажутся натуральными я вам не рекомендую ее брать единственное можно взять ее какой-то крайний крайний случай с нее можно сделать какой-то крем на торт крем будет такой воздушный получится хороший вот ну и все это знаете так на торт крем это не часто мы делаем поэтому может быть и можно взять баночку ну так просто кушать не знаю я мы больше покупать такой точно не будем ну теперь уже точно всем пока всем до свидания спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр ь